Ас-саламу алейкум, рахматуллах и баракяту. Правда ли, что посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салам взял в жёну Аишу, когда ей было 9 лет? Была ли Аиша замужем до посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салам? По поводу того, сколько было лет Аиши, когда она вышла замуж за его святлость посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салам, здесь есть несколько версий. Сама Аиша утверждала о том, что ей было 7 лет, когда она вышла за его святлость посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салам. Но достоверная версия заключается в том, что ей было от 22 до 25 лет. 22-25 лет примерно было ей, когда она вышла замуж за его святлость посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салам. А по поводу того, была ли она замужем до посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салам, также она сама утверждает о том, что она никогда замужем до посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салам не была. Но исторические свидетельства доказывают обратно. Имеются исторические тексты, которые свидетельствуют о том, что она до посланника Аллаха была замужем. И теперь давайте обратимся в данном случае к одному очень важному и значительному вопросу, который заключается в том, можно ли верить самой Аише. Заслуживает ли она доверия в данном вопросе? И ответ на этот вопрос отрицательный. Аиша никакого доверия в данном вопросе абсолютно не заслуживает. Почему? Потому что доказано и принято всеми абсолютно, мусульманскими учёными, что Аиша из-за ревности своей лгала, она является лгунией, и лгала даже самому посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам. И по этому поводу имеется предание в Сахих аль-Бухари, в которой она говорит о том, что сговорилась с Хафсой. Она говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва салам, часто ел мёд у Зейнаб бинт Джахш, из-за чего он задерживался у неё. И я сговорилась с Хафсой, что к кому бы из нас он не пришёл, мы будем говорить ему, ты ел камедь, поистине я ищу от тебя запах. То есть они хотели сказать, что от него плохо пахнет, чтобы он больше не ходил к Зейнаб и не кушал у неё мёд. И они именно таким образом и поступили. Это книга толкования Священного Корана. Это Сахих аль-Бухари, книга толкования Священного Корана. Хадис под номером 17.09 или 49.12. Это в русской версии, в русском переводе данного сборника, сборника Сахих аль-Бухари. Почему она лгала самому посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва салям из-за ревности? Именно поэтому она напридумывала кучу историй и кучу хадисов, где говорила о том, что я была единственной женой посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям, которая была девственностью, что он женился на мне аж в 7 лет, аж когда мне было 7 лет, что он умер у меня на коленях, что он умер у меня в комнате, что он больше всех любил меня. И при этом она принижала всех остальных жен посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. И в особенности самую любимую жену посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям Хадиджу называла её беззубой старухой. И поэтому все эти истории о том, что она вышла замуж в 7 лет, история о том, что она была девой, история о том, что она была самой любимой, история о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям умер у неё на коленях. Все эти истории являются наговором на посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям является ложью и неправдой, выдуманной самой Аишей. И поэтому, когда мы считаем разными расчётами, считаем, сколько могло быть самой Аиши, когда она вышла замуж, то мы обнаруживаем, что примерно 23-25 лет. Каким образом считается? Считается, например, согласно тому, когда она приняла ислам. Согласно историческим свидетельствам, она была одной из первых мусульман, которая приняла ислам. То есть она приняла ислам в первые несколько лет, допустим, в первые два года или три года распространения ислама. Первые несколько лет. И сколько ей могло быть на тот момент? В каком возрасте она могла принять ислам? Понятное дело, что ей было ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять лет. Когда пятилетний ребёнок что-то делает, не говорят, что она принимает ислам. Ей было примерно 9-8 лет, как минимум. Как минимум было примерно 9 лет. Это в первые годы распространения ислама. А замуж она вышла уже после переселения. То есть замуж она вышла уже примерно 10 лет спустя. 9 лет спустя. То есть как минимум уже из этого складывается примерно 20 лет. Поэтому если она приняла ислам в первые годы его распространения, а вышла замуж в 7 лет, и это при том, что с момента начала проповеди ислама и до её замужества прошло практически 10 лет. То есть из всех подобных, из таких расчётов мы можем понять, что ей было от 22, 23, 24 и до 25 лет. И, конечно же, абсолютно не заслуживает никакого доверия то, что ей было 7 лет, когда она выходила замуж. Субтитры создавал DimaTorzok